Июльские события в юго-восточной части провинции Дыра продолжали стремительно развиваться. После отхода границы Саордании, террористов Ан-Нусры и наиболее радикальных группировок так называемого Южного фронта, первые колонны беженцев смогли попасть в свои дома. Российским переговорщикам удалось убедить большинство отрядов в так называемой умеренной оппозиции сложить оружие и не идти на бессмысленное кровопролитие. Многие местные полевые командиры были вынуждены согласиться на выдвинутые условия. Ведь одно дело использовать свои родные города и поселки в качестве тыла, и совсем другое – превратить их в прифронтовую зону. Одной из основных целей был погранпереход на Сиб, через который проходит трасса М-5, когда-то главный маршрут для экспорта сирийских товаров в Иорданию и страны залива. Единственным очагом вооруженного сопротивления этой части приграничной зоны на тот момент остались окраины города Сейда. Боевики там накануне арестовали готовых идти на переговоры местных авторитетов. Брать город теперь предстояло силам Тигра. Наблюдение земли и разведка с воздуха показали, что основные свои силы противник держат в районе бывшей базы радиотехнического батальона. Этот объект расположен в трех километрах от Сейды на ведущей в дыра трассе 109. Отряд боевиков собирался встретить войска Тигра на участке того самого шоссе, главной торговой улицы Сейды. Именно вдоль нее было сосредоточено все их мобильное вооружение. Пикапы с противотанковыми комплексами, крупнокалиберные пулеметы и минометы. Поэтому заходить броней Тигра в город предстояло с севера, по проселочной дороге через открытое поле. Продолжение следует... Продолжение следует... Равного ассоциала. Третья гордость. Третья гордость. У нас все потратили. Важное, что вы можете сделать это? Город! 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 Зомби! Броня уходила за горизонт, оставляя за собой шлейфы пыли. Солнце только взошло, и пехота пока не чувствовала весь жар его лучей. Один за одним поднимались клубы дыма, разрывавшиеся снаряды. Артиллеристы не давали боевикам поднять голову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В первую очередь мы собираем их подвесить и подготовить к мигу, в этом городе и на муне. Авиаразведка сообщала, что дома и поля за торговой улицы буквально кишат подтягивающимися к ней боевиками. Но танки уже готовы были их встретить, а прямо за шоссе вскоре обрушился настоящий град артиллерийских ударов. Субтитры создавал DimaTorzok Боевики очень быстро поняли, что времени уйти из-под ударов живыми у них скоро не останется, и начали уходить по трассе М5 в сторону погранперехода на СИП. Но к тому моменту дорога уже была под прицелом расчета Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К двум часам дня силам тигра удалось полностью выбить боевиков из города Сайда. Сайда. Они отступили в западном направлении в сторону города Дера. Этот город стал печально известен в 2011 году. В этом городе, собственно, и начались события, которые дали толчок к вооруженному противостоянию в Сирии. Ну а я вам хочу сказать, что тигры идут широким фронтом, и они заняли не только сам город Сайда, но также прилегающие с южной стороны базу круглого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Основная задача, которую предстояло решить подразделению, а именно взять под контроль развязку между шоссе 109 и трассой М5, была выполнена. Последним препятствием перед пригородом Дера-Найме оставалась бывшая база радиотехнического батальона, наиболее укрепленный объект боевиков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сырданией. Наступающие войска уже зашли на территорию радарного комплекса, а уже с этой высоты напрямую виден город Дера. Он находится несколько западнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И хотя база радиотехнического батальона была серьезно укреплена, тигры взяли ее без боя. Брошенная техника и оружие на миллионы долларов выдавали полную деморализацию в рядах отступающих боевиков. Единственной возможностью выжить для них оставалась скорейшая сдача. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы, и UVA Всев Essex На interns субтитры создавал Дима Том Су-Субтитры создавая Брошение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал Дима Том От города Сейда, где мы сейчас находимся, до погранперехода на СИП, по прямой всего 11 километров. Боевики сегодня запросили перемирие и уже готовы сдавать тяжелое вооружение. Сейчас туда, в на СИП, уходит трал, и они будут сдавать первый танк. Хотя мы ждем здесь уже 4 часа и порядком подустали. Вдалеке виднелась Иордания. Власти королевства, с началом проводимой сирийской армией операции, официально заявили, что граница будет закрыта для перехода на его территорию. Для боевиков это решение означало теперь безоговорочную капитуляцию. Продолжение следует... К утру все группировки в окрестностях Насиба сложили оружие. Последней задачей для тигров оставалась зачистка участка трассы М-5 перед границей. Путь из Дамаска в столицу Иордании Аман после трехлетнего перерыва этим утром открывала сирийская бронетехника. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше перед нами лежит город Дара, и после которого уже дивизия Тигр пойдет в направлении голландских высот. Крышка ящика Пандоры, который верг Сирию в хаос, была открыта в Дара. Революции, о которой разглагольствовали протестующие 7 лет назад, не случилось. Вместо этого их страну захлестнуло средневековое варварство и поток бандитов со всего света. Этим людям и их хозяевам мир на этой древней земле точно был не нужен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok